Друзья, добрый день. Сегодня 26 апреля 2019 год. Вы на образовательном канале Ричард Гулли. Сейчас оглашу сразу свои прогнозы на будущие матчи. Сразу скажу, что Tottenham и Ajax обе забьют за 1.65 по-моему. 30 апреля играют. 1 мая играют Барселона и Ливерпуль. То же самое. Обе забьют. Я не берусь, кто там выиграет, кто проиграет. В одном матче 1.65 коэффициент. Tottenham и Ajax. Барселона и Ливерпуль. Обе забьют 1.60. Можно взять экспрессом, кто любит рисковать. Дальше поехали. Германия. Внимательно разобрал матч Узбург. Байер. В предыдущем туре Узбург выбрал 6-0. Уж тут года-то разобрал на запчасти его. Значит, какие тут предлагаю я ставки. Самая осторожная ставка для Экспресса – это Байер не проиграет. Двойной шанс на него. И тотал матча 1.5 больше за 1.35. Здесь вообще букмекеры склоняются на то, что Байер выиграет. Но Байер на самом деле, он там, по-моему, на 4-м месте идет. А Узбургу как бы ничего не надо, на что не претендует. Байер же борется за зону Лиги Чемпионов, чтобы попасть напрямую. Поэтому можно взять такую агрессивную ставку, как победа Байера. И тотал 1.5 больше за 1.75. Есть также такая нейтральная, как бы, хорошо заходимая в Германии ставочка, как обе команды забьют за 1.50. Все коэффициенты взяты из Лиги Ставок. Но это дома на компьютере. В конторе могут быть другие коэффициенты. Теперь такой матч, вот я рассматривал сегодня, Бордон, Леон. Вчера думал, сегодня думал там над этим матчем. Знаете, сейчас я просто скажу вам статистику. Здесь опять же склоняюсь к тому, что Леон забьет. Я тут больше не щупаю этому матчу, так вот, уверенно сказать не могу. Опять же, букмекеры почему-то склоняются на сторону Леона и дают на его победу, как бы, 1.67. Ну, правильно, Леон, как бы, и выше стоит в таблице. Бордо средняк. Извините, но вот последние матчи у Леона. Три победы, два поражения. Причем одно поражение на своем поле. Бордо в пяти последних матчах, две ничьих, два поражения, одна победа. Теперь смотрим, как дома Бордо играет. Последние игры. Ну, опять же, дома два поражения. Одно поражение, две ничьих и две победы. Леон в гостях играет. Леон в гостях играет. Три поражения в гостях. Одна победа, одна ничья. Но при этом Леон по, значит, рейтингу выступлений в гостях идет на четвертом месте в лиге, уступая лишь Пассаже, Лилю и Монпелье. Ну, дальше глубоко копать я не буду этот матч, как бы, особо смысла нет. Вообще, вот эти вот пятничные матчи, четверговые, там, которые по средам, по середине недели, там, они очень странные, эти матчи. Бывают иногда, порой, да. Вот вчера нас подвел, значит, Хитафи-Реал. Грузили на Реал. И, значит, что Реал забьет хотя бы один гол у меня стояло. И не проиграет, а тот у полтора больше. Но они сыграли 0-0. И то же самое Спартак. И так, просто я хочу вернуться к вчерашним событиям. Ну, почему у нас так все получилось? Значит, мы набрали с вами порядка 8 событий, из которых не зашло только 2. Вот опять же, опять же, 75% у нас проходимость. Но ошибка была в том, что мы два раза взяли такое событие, как Спартак забьет, в разных вариантах забьет и больше одного. И Реал Мадрид забьет, стояла в экспрессе. А Ординаром стояла не проиграет и тотал полтора больше. То есть, ошибка была в этом. Поэтому давайте жестко придерживаться определенных правил. Таких, как больше 8 событий не брать, наверное, вот так вот. Вообще, в принципе, за день, за игровое. Ни одно событие не должно у вас повторяться дважды. Ни в каком виде. Ни в Ординаре, ни в экспрессе. Если берете экспрессы не более трех событий в экспрессе, значит, каждое событие в экспрессе не должно весить больше полтора. Почему? Потому что, если оно весит полтора, вы ставите 3 события по полтора. Ординарные два заходят, у вас возврат из треть не заходит. Теперь третий принцип по экспрессам. Это первые два, они должны по времени быть разбросаны. Или хотя бы так, два события, первых два события должны быть с более низкими коэффициентами, чем последние. Потому что вероятность захождения последнего события с более высоким коэффициентом, она менее вероятна. Вот как вчера, например, и произошло. У меня стоял такой экспресс. Матч ДНХ, эксельсиор, гол любой команды во втором тайме, да. Вильям-2, ПСВ, гол, ПСВ во втором тайме, да. Это заходит. И третье событие у меня стоит. Реал-Мадрид забьет хотя бы один гол. Не заходит. Вот я просто уже пришел домой. И если бы я был в фонбете, бы оставался. Видя, что у меня два события в экспрессе зашло. Общий коэффициент был 1,90, по-моему. Нормально, я считаю. Надо продавать. На будущее. Смотрите, ребята, составляйте экспрессы с трех событий. Два события зашло. Продавайте. Если вы в плюсе, там 30% вам дает. Фонбет, ну, Лего Ставок не укупает. Смело продавайте. Я вчера пожадничал, не продал. То же самое Спартак. То есть я к чему говорю? Говорю к тому, что я был бы вчера в плюсе вообще в реальном. Если бы я просто продал свои все экспрессы, которые, в общем-то, были составлены абсолютно правильно. По моей вот этой методике. И они все заходили после двух событий. Третье событие не заходило. В этот момент надо продавать. Значит, то же самое Спартак. Там стояло событие такое. Значит, Фиорентино. Больше одного, по-моему, такой. Или больше полтора не проиграет. Еще там кто-то сейчас не помнит. А, это Торпедо Белас забьет. Они забили прямо на первых минутах чемпионат Беласа. Ну, Торпедо Белас забинает. Два ноля они выиграли. То есть это в первом тайме зашло. Они, по-моему, в пять или в шесть начинали играть. Ну, а Спартак вечером начинает. Понимаете. Вот, как только Торпедо Белас забило, да. Экспресс ставил 100 рублей. Уже 117 мне предлагали. Вот. Потом Фиорентино поздно играл. Короче, я домой уже пришел. Там, по-моему, часу в 11 не заканчивали. 2-1 она выиграла. Я говорил, счет какой будет в Фиорентине? Я говорю, там не будет 3-3 это точно. Счет будет 2-0 или 3-1. Вот они сыграли 2-1. То есть я, если счет называют точный, да. То я всегда, как правило, угадываю точное количество забитых голов хотя бы у одной команды. Вот как вчера. Например. Ну, 2-0-3-1, да. Ну, вот сыграли 2-1. Вот посередине, да. То есть, в принципе, направление мысли было правильное. То есть, подводя итоги, я хочу что сказать. Что, в принципе, мы все делаем правильно. Экспрессы составляем правильно. Ошибка была в том, что взяли Спартак. И еще вчера, когда Спартак первый тайм сыграл 3-0, проигрывая, да. Я вижу, что у меня 2 Экспресса не заходят. Я мог еще один Экспресс, вот эти 100 рублей, продать за 80. Понимаете? Продать за 80 и поставить обратную ставку против себя. Но я этого не сделал. Я думал, ну, пенальти будет. Ребят, пенальти был, мяч попал в руку. Судья не поставил пенальти. Очень странный матч. Это 100% договорняк. Вообще, Спартак вчера не играл, не подавал. Я просто смотрелся, каким лицом Глушаков подавал угловой. Ну, просто ударил и все. Ни одной целенаправленной передачи, никакой осмысленности не было. Ни один партнер не искал другого в штрафной площадке. То есть, матч был вообще ни о чем. Я вообще первый раз в жизни, честно, видел такой матч. Такой Спартак я видел первый раз в жизни. Это что-то ужасное. По-моему, они сливают этого Комонова. Вот такое ощущение. Вот бывает. Команда хочет слить тренера. И походу, что она его, наверное, все-таки сольет. Они сейчас доиграют этот чемпионат, и Комонов уйдет. Скорее всего, будет так. Что-то там у них в Спартаке не то происходит. И вот Реал тоже самое вчера. Поэтому какие могли быть ставки вчера, например, на вот эти матчи? Что можно было взять? Реал не проиграет. Ну, там, может быть, смехотворное было. Или Форанольный Реал, например. Опять же смехотворное. Или вообще просто пропустить. Поэтому я говорю, давайте поменьше брать Испанскую Лигу. Поменьше брать Российскую Лигу. Так, теперь, о чем я еще хотел поговорить. Значит, в Винлайне, опять же, не в плане рекламы, да? Я вчера зарегистрировался. Получил я два фрибета по 500 рублей на мобильное приложение. Правда, если у них плохой сервис, я долго, два дня с ними созванивался, чтобы они мне прислали ссылку. Попал на какого-то Дениса, придурка, который меня там перебивал, учил мне жизнь и так далее. В итоге я его послал. Потом позвонил нормального человека. Попал на Сергея. Он мне прислал ссылку, правда, через несколько часов. Я по этой ссылке сказал, скачал нормальное приложение. Вот, зарегистрировался и получил два фрибета по 500. То есть, я их буду использовать. Но не сегодня. То есть, мне нужен верняк. Верняковая ставка такая вот. И, значит, дома на компьютере, опять же, я... Это уже немножко другой, но тоже в Инлайне, да. Там другая ситуация. Там надо положить живые деньги. До тысячи, например, ты кладешь, если ты проигрываешь первую ставку, то потом тебе присылают фрибет, возврат. Но в качестве фрибета. То есть, виртуальные деньги, которые ты должен отыграть на любой ставке, с коэффициентом не меньше 1,3. И то, что ты выиграл, тебе возвращается. То есть, вот такая вот замануха. Но мне прислал подписчик деньги. И я вот эти деньги, спасибо подписчику, Рустему, я их поставил, вот эти 700 рублей, пополнил свой аккаунт на Инлайне. Так, 10 минут наболтал. Я считаю, что нормально. Смотрите мой канал, подписывайтесь. Только я рассказываю всю правду. Только я говорю то, что думаю, на самом деле. Только у меня вы научитесь играть на долгой дистанции без минусов. И только я каждый день выкладываю несколько видео. И только я делаю аналитику. Каждый вечер, каждую ночь я выкладываю аналитику по итогам ставок. То есть, я делаю работу над ошибками. Я показываю реально, что я ставлю. Это мало кто делает. Как правило, человек, который капер, он просто вам говорит, но ничего не ставит. Люди присылают ему деньги, а он просто их там, не знаю, что-нибудь делает. Скорее всего, вот так вот. То есть, я не знаю. Я, наверное, не имею права снимать. Потому что я в фонбете ставлю, в лиге ставок там ставлю. Я, скорее всего, нарушаю какие-то правила. Наверное, я прекращу это делать, потому что я знаю, что в лиге ставок нельзя снимать на видео. Наверное, выкладывать тоже нельзя. То есть, они мне могут порезать счет или как-то меня в черный список. Поэтому я, наверное, больше не буду этого делать. Но вы можете поверить мне на слово. То есть, люди, которые со мной ставили, они им не верят. То есть, реальные люди, которые со мной играют, и я помогаю им экспресс им составлять. И в основном все заходит. Давайте придерживаться четкой игровой и финансовой дисциплины. Давайте строжайшим образом соблюдать правила игры. Повторю еще раз. Не более 8 событий в день. Не более 3 событий в экспрессе. Не берем события, которые весят больше двойки. И так далее. То есть, в середине ролика я их повторил. Теперь, что касается, как нам отыгрываться. Еще такой прогноз на сегодня. Ливерпуль. Ливерпуль-Хаддерсфилд. Победа Ливерпуля 1.07. Голова в обоих таймах 1.20. Вот тут все ясно. Ливерпуль на первом месте, Хаддерсфилд на последнем месте. Вопрос только, с каким счетом победит Ливерпуль. Я предлагаю вот такую ставку, как сухая победа Ливерпуля. Это моя любимая ставка в английском чемпионате. Но Лига ставок, вот сейчас ее не прилагают. В домашнем приложении. Но она предлагает такую ставку, как обе забьют. Нет. За 1.50. Я считаю нормальный коэффициент 1.50. Мы его берем. Поищите контору, где 1.55. Вот. И просто ставим. Теперь смотрите, как отыграться по поводу Реала. Вот у Реала вчера у нас не зашла. Двойной шанс и тотал 1.5 больше. На следующий матч считаем то же самое. Реал. Значит, не проиграет и тотал 1.5 больше. Пока. Но там надо удвоить по Мартингеллу. Если вчера мы поиграли 100 рублей на Реале, значит, чтобы отыграть 100 рублей, нам надо поставить 200. Понимаете? Да, так. 200. 200 ставим с коэффициентом 1.50. То есть коэффициент должен быть 1.50. И тогда эти 100 рублей мы возвращаем. У нас возврат идет. Но если вторая ставка не заходит, мы уже потратили 300 рублей, соответственно, надо ставить уже 600 рублей, чтобы выиграть 900. Но я думаю, на третий раз зайдет. То есть вот такая вот система, в принципе, у кого есть деньги, кому не жалко. Я как бы понимаю, что... Ну, можно поймать серию, где там... Я не верю, что Реал-Мадрид три матча подряд проиграет и не будет голов. Не верю. То есть все равно в двух следующих матчах обязательно будет два гола и обязательно Реал не проиграет. Вот отсюда беспровережная система. Про Спартак я вообще молчу. Это конченая команда. Это конченые уроды. Дебилы, которые просто... Хорошо, что Кокорина Мамаева посадили. Это показательно. Спасибо Путину. Молодец. Наводит порядок в стране. Я раньше к Путину относился по-другому. Теперь, значит, все он как бы делает нормально. Он показывает, кто есть кто на самом деле. То есть зажравшиеся, извините, охуевшие молокососы, которые в своей жизни ничего не видели, кроме футбольного мяча. Все. Ничего вообще не знают они в этой жизни. Так, опять пошла Риг. Лирика. Опять сейчас будет много лишнего сказано. Так, что-то я еще хотел сказать. То есть, в принципе, любое поражение можно отыграть. Почему я беру Ливерпуль, Барселона и Ливерпуль, обе забьют. И Тоттенхэм, Аякс, почему я беру тоже, обе забьют. Потому что, если в первом матче в каком-то из них обе не забьют, опять переносим на следующий матч, обе забьют. И хотя коэффициент 1,60-1,65, но все равно мы часть денег мы отыграем. Все равно, если в первом матче будет 2-0, то во втором обязательно будет 2-1 или 1-2. Вот как было на предыдущих этапах. Кому я даю предпочтение в предстоящих матчах? Я считаю, что Аякс пройдет Тоттенхэм. Могу это объяснить. У Тоттенхэма более тяжелый чемпионат, более длинный, с такой, с борьбой, да, и Тоттенхэм не претендует на чемпионство. А я, у Аякса более легкий чемпионат, там не 20 команд, а 18, в принципе, меньше матчей, более слабые соперники у Аякса, они более молодая команда, более выносливая, соответственно. И потом Тоттенхэм просто чудом прошел в Манчестер-Сити, потому что в первом тайме, в первом матче Серкио Гойра не забил пенальти в ворота Тоттенхэма, и Тоттенхэм победил 1-0. А во втором матче при счете 4-3 Манчестер-Сити забило, в принципе, чистый гол, но судья его не засчитал. То есть два гола как бы у Манчестер-Сити отняли, и Тоттенхэм прошел просто чудом. Что касается Аякса, Аякс наоборот, по делу обыграл Реал на чужом поле в ответном матче, по делу обыграл Ювентус в гостях на чужом поле, в гостях, ребята, обыграть такие команды, как Реал, Ювентус, для Аякса расплюнуть. И не просто обыграл, а обыграл по делу. То есть не было никаких пенальти, не было никакого там плохого судейства, все было честно. Поэтому в противостоянии Тоттенхэм-Аякс я склоняюсь на сторону Аякса. Что касается Барселона-Ливерпуль, здесь я не склоняюсь на чью сторону, вот серьезно. Опять же, если следовать какой-то логике определенной, то Ливерпуль в прошлом году был в финале и из-за двух ошибок кварталя проиграл Реалу. То есть опять было испано-английское противостояние. Барселона, по-моему, три года подряд, что ли, вылетала на стадии четвертьфинала, ей не везло. Барселон прямо очень сильно хочет. Опять же, чей чемпионат сильнее? Сильнее английский чемпионат, испанский немножко послабее. Барселона безоговорочный лидер. Барселона играет, не напрягаясь. Берет чемпионство вообще легко и спокойно, опередив на много своих. То есть как бы на голову выше всех. Про Ливерпуль такого не скажешь. Но это говорит не о слабости Ливерпуля, а о силе чемпионата Англии. Поэтому здесь отдавать кому-то предпочтение в этой паре затруднительно. Но, турнирная стратегия из двух матчей. Это значит, что Ливерпуль попытается в первом матче в Барселоне пропустить меньше голов и забить хотя бы один гол. Но я думаю, что наверное счет будет что-то типа 2-1 в пользу Барселоны. Чтобы в ответ на матч через неделю в Ливерпуле забить хотя бы опять же один гол, один ноль. И тогда Ливерпуль проходит дальше. Вот примерно такая турнирная стратегия. Но мы знаем, как Месси кладет штрафные вообще легко. Мы знаем, как Ливерпуль забивает. Легко там есть кому забивать. Отсюда такой вывод, что в первом матче Барселона и Ливерпуль обе забьют и тотал матча больше 3. Вот я так думаю, что там точно будет 3 гола. Вот. А на следующий матч на ответный я пока прогноз вам не дам. Итак, ребят, смотрите мои прогнозы, подписывайтесь, задавайте любые вопросы. Мы с вами на верном пути, повторюсь. Вчера, несмотря на то, что в деньгах мы немножко потеряли, все-таки сегодняшняя аналитика показала, что из 8 событий у нас опять 6 зашло. Понимаете, вот о чем я говорю все. Мы идем по графику 75-80% вероятности захождения наших с вами прогнозов. Всех поздравляю и приглашаю отдохнуть в Сочи, но не к себе в квартиру, потому что все свои квартиры я сдаю. Всем удачи, подписка, не забываем делиться радостью. Пока.